Будем начинать. Сегодня у нас 15 июня 2022 года. Тема нашего вебинара посвящена лету, солнцу и совместимости тяжелой артиллерии антиэйдж ингредиентов главным образом и ультрафиолета. Как мы это все будем совмещать? Начать я хотела бы вебинар с информации о том, что такое вообще фотосенсибилизация, как солнце может агрессивно воздействовать на кожу и в чем это выражается. Всех приветствую заранее. Очень рада всех видеть. И я буду излагать материал. Если у вас возникнут какие-то вопросы, кто вдруг у нас первый раз с нами, пишите прямо в чат вопросы. Я буду на них, возможности, сразу отвечать. Вот. И, соответственно, сегодня мы планируем поговорить как раз о том, какие ингредиенты совместимы, несовместимы с солнцем, как сделать так, если мы должны их применять, а все-таки ультрафиолет активный. Как, собственно, строить протоколы домашнего ухода с различными достаточно активными средствами, содержащими компоненты, в том числе потенциально, может быть, фотосенсибилизирующими. Как делать пилинги летом. Соответственно, поговорим о кислотах, аритиноле в контексте применения в период активного солнца. В общем, такая у нас сегодня тема. Вот. И начать я хочу с фотосенсибилизации, то есть вообще воздействие на кожу патологическое ультрафиолета, оно может выражаться как в виде фототоксической реакции, то есть это реакция, как правило, немедленного типа, то есть возникает сразу, буквально там за несколько минут может возникнуть, возникает на открытых участках кожи, то есть именно там, куда ультрафиолет смог достать. И выглядит, соответственно, по сути, как ожог. То есть это может быть покраснение, гиперемия, это может быть зуд, это может быть отек, волдыри, пузырики такие и пигментация, которая может возникнуть достаточно быстро после вот такого вот облучения. Фотоаллергическая реакция, в том числе так называемая латентная фотосенсибилизация, то есть которая возникает не сразу, а достаточно длительное время формируется. И поэтому, например, провести параллель между применением, например, какого-то препарата, потенциально фотосенсибилизирующего внутрь или наружно, и возникновение вот этой фотоаллергической реакции порой очень затруднительно, потому что причинно-следственная связь очень растянута во времени. Так вот, фотоаллергическая реакция, это уже отсроченный вариант, она возникает не сразу, нужно хотя бы там 1-2-3 дня, проявляется дерматитами различными, то есть это может быть и гиперемия зудом, и воспалительные элементы, попросту для обычного человека это звучит как прыщи, вот, обсыпает, это может быть как бы какая-то вот крапивница подобная сыпь. И главное отличие от фототоксической реакции, что она зачастую распространяется даже на те участки кожи, куда ультрафиолет не попадал. И может, например, на те участки кожи распространяться, где, например, средство, которое вызвало в сочетании с ультрафиолетом вот эту фотоаллергическую реакцию, не наносилось. Поэтому вот этот момент нужно учитывать, когда мы говорим вообще о двух вариантах фотосенсибилизации. Какие компоненты вообще косметики считаются фототоксичными? Ну, естественно, не все, мы все охватить не можем, да, но основное, то, что чаще всего встречается, это, конечно же, кислоты. То есть большинство альфа-гидроксикислот и салициловая кислота, но во многом это зависит от концентрации кислот и от PH-средства. То есть если это кислоты, которые добавлены в очень небольшую концентрацию, условно говоря, допустим, комплекс кислот, каждый из которых менее 1%. И всего там кислот 4-5% в составе, например, это какой-то тоник или сыворотка с кислотами, PH ее выше 3-3,5%, то такие средства, как правило, можно использовать в летнее время, просто их используют, как правило, вечером. Об этом мы попозже поговорим, да, как сочетать вообще такое подобное средство, да, с наличием ультрафиолетового индекса достаточно высокого за окном. Соответственно, кислоты, естественно, еще зависит от того, насколько глубоко они проникают, насколько они агрессивны. То есть, например, гликолевая кислота однозначно не желательна в летнем применении, а вот, например, та же самая миндальная или, например, молочная. Яблочная, они вполне себе благоприятно ведут себя на коже в летнее время, если, конечно, не наносить их прямо непосредственно перед выходом на солнце и не защищать кожу СПФ-средствами. Вот, PH должен быть таких средств не низкий, опять-таки, чтобы они не проникли слишком глубоко, эти кислоты, да, то есть он, PH может быть в районе 3-4, 3,5-4. У таких средств для регулярного применения пилинги сезонные могут иметь чуть более низкий PH, но, как правило, все равно это выше, чем 2,3-2,4, то есть в районе 2,5 будет такой PH. То есть, если у вас меньше 2 PH пилинга какого-то, даже если производитель утверждает, что он легкий, то пигментацию получить с ним достаточно легко, потому что он будет глубже проникать и, соответственно, при сочетанном воздействии ультрафиолета и наличии на коже изменений, вызванных этим пилингом, может как раз вызвать фотосенсибилизацию и как следствие пигментацию. Отбеливающие активы. Коевая кислота, арбутин, гидрохинон редко сейчас применяется, потому что во многих странах запрещен, у нас тоже его не применяют, как правило. Ну, например, в той же самой индийской косметике, например, может встречаться гидрохинон, не только в ней. И такие отбеливающие активы, конкретно отбеливающие активы, их все-таки желательно откладывать на осенний-зимний период, потому что они, с одной стороны, устраняют пигментацию, с другой стороны, повышают фотосенсибилизирующую способность кожи. То есть они устойчивость кожи к ультрафиолету снижают, поэтому их лучше использовать в осенний-зимний период. Когда период активного солнца уже прошел. Что касается витамина С, я еще подробнее, там, слайдик более подробно сделала с формой витамина С, но надо просто запомнить, что витамин С, он бывает в разных формах, и кислая форма витамина С, которая мало хранится, которая используется в средствах в достаточно большой концентрации, как правило, больше 10%, и у этих средств должен быть кислый ПАЖ, то есть в районе 3-3,5. Вот эта форма витамина С, она фактически действует как пилинг, да, то есть работает по принципу негативной стимуляции, и ее, ну, во-первых, и в осенне-зимний период предпочтительно применять вечером, но в летний период лучше ее не применять. А вот стабильные формы витамина С, их можно спокойно применять в летнее время, причем даже наносить в первую половину дня от СПФ. Наши нелюбимые в очищающих средствах сульфаты, то есть содиум лаурилсульфат и лауретсульфат тоже являются фототоксичными на самом деле, поэтому, конечно, мы очищающие средства хорошо смываем, но, собственно, надо учитывать то, что агрессивные очищающие средства, они тоже могут способствовать возникновению, например, пигментации. Ну и ретинол. Ретинол на самом деле нет таких каких-то прямо очень доказательных исследований, что сам ретинол обладает какой-то ужасной фототоксичностью, но, по сути, сам ретинол, активный ретинол, он сам разрушается под ультрафиолетовыми лучами, поэтому он, возможно, там сильную пигментацию не вызовет, но сам разрушится, и толку от него не будет, например. Но, учитывая то, что ретинол все-таки активная форма, то есть это ретинол, чистый ретинол, ретинолегид и, собственно, ретиноевая кислота, которая в косметике не применяется, по крайней мере, на территории Российской Федерации, так как не разрешена, только для лекарственных средств. Но у вас вполне может оказаться крем, например, с ретиноином, производственным, например, Индии или Испании. Надо учитывать то, что, естественно, его и в зимний период нужно тоже применять вечером, но, учитывая то, что у него достаточно глубокое воздействие, и работает ретинол в принципе, с одной стороны, как позитивная стимуляция, с другой стороны, как негативная стимуляция, то есть он повышает отшелушивающую способность эпидермиса, то есть он изначально будет его истончать, а потом только он будет уплотняться, так действует ретинол. И поэтому надо быть осторожнее с ним, если предстоит какое-то воздействие ультрафиолета. Естественно, его не наносят первые половины дня, но и когда вечером мы его используем, то нужно очень тщательно защищать кожу от солнца, потому что кожа будет просто более подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей за счет того, что эпидермис будет более тонкий какое-то время. Как правило, это полтора-два месяца с начала применения активного ретинола. Здесь я не имею в виду антиоксидантные формы обычные, которые добавляются в небольшой концентрации а-ля пульметат, ацетат, третинола, а именно формы, которые подобны третинолу, то есть третинолу и эпидермис. Что касается некосметических фотосенсибилизаторов, то есть мы можем даже не ожидать, что какие-то применяемые нами препараты внутрь, какая-то еда, например, какие-то травяные сборы, которые мы пьем, могут оказаться фотосенсибилизаторами и способствовать тому, что возникает пигментация. И получается как раз то странное, когда человек, например, покупает себе новый крем какой-нибудь, и в это время он там, допустим, пропивает курс каких-то препаратов медицинских по показаниям, и у него возникает пигментация, и он думает, что у него от крема возникла пигментация, а вовсе не от того, что он попал под солнце, принимая при этом, например, какой-то назначенный ему банальный ибупрофент, например, при каком-нибудь корешковом синдроме, назначили НПВС, а он пошел сгорать. Это идет нельзя. Так вот, цитрусовые эфирные масла надо следить в составе каких-то топических средств для нанесения, каких-то, может быть, даже твердодухов и так далее, могут быть эфирные масла. То есть эфирное масло почули, коричное дерево, кора коричного дерева, зверобои, укропы, то есть вот эти эфирные масла, они являются фототоксичными. То есть цитрусовые – это все апельсин, лимон, я не знаю, там, тот же самый аппетит грейн, ну, то есть вот эти все цитрусовые эфирные масла, они все являются, грейпфрут, они все являются фототоксичными, их нельзя наносить на кожу, конечно, если вы планируете на улице, да, например, очень любят добавлять их в массажные масла, вы можете быть на курорте, вам сделали массаж с маслом, да, с добавлением туда, например, масла сладкого апельсина, для того, чтобы был вкусный запах, вот, а потом вы покрылись фигментными пятнами, потому что, конечно, этого делать было нельзя, а вы пошли сгорать, вот это надо учитывать. Спирт, амбра и мускус в парфюме считаются тоже достаточно сильными фотосенсибилизаторами, и даже есть такие варианты, ну, как бы их даже называют следы парфюма и так далее, когда человек в одно и то же место брызгает духами, да, например, на шею и на сгиб локтя, и находится под солнцем, и потом, куда он брызгал, собственно, там вот эти вот такие географичные, пигментные пятна, пигментные возникают, поэтому лучше, конечно, в летнее время на голую кожу духи не брызгать или брызгать туда, куда солнце не проходит, на волосы, может, например. Некоторые соки цитрусовых, принимаемые внутрь, особенно грибфрут, прям выделила его, может действительно тоже повышать фотосенсибилизирующую способность кожи, да, в отношении ультрафиолета, то есть снижать устойчивость к ультрафиолету. Зверобой, который могут, например, назначить там в составе какой-нибудь микстуры, вот, тоже такие вот дубящие вещества, они могут провоцировать опять-таки пигментацию. Страшный-страшный борщевик сосновского, который, к сожалению, у нас на территории России растет и растет бесконтрольно порой на дачных участках. Ну, многие знают, конечно, про него, кому интересно, погуглите борщевик соснов, потому что я думаю, что особенно молодые мамы и немолодые мамы, вот, все знают, что детям надо объяснить, чтобы они ни в коем случае не делали из него трубки, чтобы чем-нибудь пуляться, чтобы они вообще в эти заросли не лазили, потому что сок этого борщевика, если попадает на кожу и потом на это место посветит солнце, то возникают ожоги вплоть до 3-4 степени с нейтрозом тканей. То есть это очень-очень страшный, страшно токсичный сок этого борщевика. Вот, лютиковая сока, кстати, тоже токсичная, поэтому, если, не дай бог, случайно дети забежали в заросли борщевика и там поиграли, во-первых, надо это все с них смыть и вообще не выпускать на солнце дня 3-4 в закрытой одежде полностью, чтобы, не дай бог, не возникли эти ожоги. Возникают они отсрочно, вот в течение суток, где-то бывает даже чуть позже, и выглядят ужасно. Некоторые лекарства, ну, самые такие распространенные фотосенсибилизаторы, это антибиотики тетероциклинового ряда, это антибиотики вторхиналоны, это многие противогрибковые препараты, антидепрессанты, диуретики, ну, самые простые, гептиозид, фурсимид, статины, сахароснижающие препараты, это препараты, которые часто применяются при диабете, например. Вот, и самое интересное то, что стандартные наши любимые НПВС, которые мы просто пьем от головной боли, например, или если мы там подвернули ногу, вывихнули руку, да, обязательно мы пьем какой-нибудь бипрофен, демитоцин, или какой-нибудь кетанов, они тоже могут спровоцировать пигментацию, потому что являются фотосенсибилизаторами. Препарат гипотензивный лаприл, очень часто тоже применяемый, тоже может быть фотосенсибилизатором, и вызвать и фототоксическую реакцию, то есть сразу, как ультрафиолет воздействовал на кожу, да, возникнет такая, как покропивница, зуд и так далее, либо может вызвать фотосенсибилизацию, в том числе латентную, то есть как бы человек может пить эти лекарства, каждый день принимать лаприл для того, чтобы снижать давление регулярно, а потом спустя там пару недель с начала лета, и собственно на фоне приема этого препарата у него гиперпигментация возникает, которую он не ожидал, и собственно это может быть связано как раз с приемом таких препаратов. Естественно, когда эти препараты назначаются, мы, конечно же, не можем от них отказаться зачастую, потому что, ну как бы, они помогают бороться с какой-то серьезной патологией, но мы можем больше уделять внимание защите от солнца, избегать нахождения под солнечными лучами и так далее, и тому подобное. Это же относится и к фотосенсибилизирующим косметическим средствам, которые мы, допустим, хотим или должны применять, как, собственно, живут люди в регионах, где вообще нет зимы, где постоянно индекс инсоляции больше четырех, там просто умеют от солнца беречься. Местные антисептики, хлоргексидин, который всегда у нас с собой в аптечке, на прогулке и так далее, тоже может быть фотосенсибилизатором, поэтому если пришлось обрабатывать какую-то поверхностную травму хлоргексидином, не надо потом с ним, собственно, кожу задорать, надо закрыть это место одеждой. Контрацептива оральная, известный фотосенсибилизатор, многие, кстати, об этом не знают, и также могут быть внутриматочные спирали алиомираема с гистогенами, которые точно так же выделяют в кровь, соответственно, повышенную дозу этих гистогенов, и можно обзавестись гиперпигментацией по этой причине. Ну и, соответственно, то, что мы не можем никак регулировать, находясь в городе, пресловутый urban aging, смог и полютанты, да, они тоже могут являться фотосенсибилизаторами, в этом случае мы даже вообще не будем знать, от чего у нас пигментация ни с того ни с сего возникла, когда мы ее совсем не ждали. Какие правила применения фотосенсибилизирующих топических средств, если солнце активно, как говорится, отказаться нельзя? Во-первых, вечернее нанесение. Вечернее нанесение позволяет нам избежать фототоксической реакции, в первую очередь, которая сразу после нанесения возникает, если ультрофиолет попадает. Конечно, это не поможет избежать фотосенсибилизирующей реакции, да, то есть отсроченной фотосенсибилизации, но вечернее нанесение каких-то потенциально фотосенсибилизирующих средств, то есть снижающих устойчивость кожи к ультрофиолету, оно помогает избежать проблем во многом. Как раз тот же самый ретинол или альфа-гидроксикислоты наносится, как правило, вечером, и, в общем-то, их процедуры, которые связаны с повреждением кожи, например, чистки банальные даже, да, и, например, какие-то легкие пилинги, которые можно делать теоретически всесезонно, тоже лучше планировать на вечер, когда уже солнце село, условно говоря. Ну, не то, что село, да, но, по крайней мере, он неактивный, после 4-5 часов. Соответственно, СПФ должен быть максимально возможных значений от 30 считается, но лучше 50, конечно, 50+. Если вы, конечно, работаете по 12 часов в офисе, идете рано утром, а домой поздно вечером, то вы совокупно на солнце находитесь не более час-двух, да, условно говоря, то вы, в принципе, можете, ну, там на полчаса в обед еще вышли на улицу, то можно использовать спокойно городские варианты в виде тонированных СПФ с уровнем защиты, например, 30, да, можно использовать СПФ 30 изначально, да, который предназначен как защита от солнца без дополнительных плюшек в виде тона, например. Но, как бы, если вы планируете долгие прогулки, какие-то перемещения, да, под солнцем длительные, или вообще находитесь на отдыхе, то, конечно, защита должна быть максимальных значений. Обновлять эту защиту надо один раз в два часа. Ну, считается два-три часа, три максимум, да, но это, конечно, в данном случае лучше перебдеть, чем недобдеть, потому что даже два часа у вас не факт, что вы достаточно нанесли, не факт, что вы не вспотели, у вас там половина не смылась этого крема, да, то даже в конце двух часов у вас уровень защиты будет уже не такой, как свеженанесенный вариант. Но, как бы, если вы один раз в два часа будете обновлять СПФ, то защита будет достаточной. Соответственно, совокупно, либо подряд имеется в виду. Должно быть эти два часа быть. Соответственно, если у нас ультрафиолетовые фильтры, да, находятся в составе средства только химические, например, то желательно, ну или сочетание химических, физических, то есть органические фильтры и, например, минеральные фильтры, там диоксид цитана или оксид цинка, то желательно, конечно, это средство смыть. Для того, чтобы не смывать при этом макияж глаз, губ и так далее, а только с лица, например, шеи из доступных участков, то можно воспользоваться, например, мицеллярными средствами. То есть у Гельтек, например, это лосьон очищающий, ну это фактически мицеллярная вода, ну как бы можете других производителей брать, какие вам доступны. И можно использовать гель, например, для снятия макияжа, который является легким таким мицеллярным гелем, который тоже наносится на ватный диск, смывает. Можно нанести его, например, просто руками, да, а потом уже влажным ватным диском его стирать. И таким образом можно обновить макияж. То есть вы сняли, потом тоником протерлись, вместо тоника можно компактно использовать блефросалфетки, например, наши, которые продаются в упаковке по 20 штук. И, в общем-то, стоят недорого, у всех аптеках практически есть. Ну и, соответственно, у нас тоже в разделе медицины они есть. И, соответственно, такой салфеточкой, либо тоником, который у вас там в маленьком флакончике где-то перелит есть, протерли, и это будет прекрасное, собственно, идеально правильное обновление защиты. Если такой возможности нет, то хотя бы один подверг другого нанести. Но один подверг другого можно наносить без стирания предыдущего слоя, если у вас полностью минеральный экран, то есть он не содержит химических фильтров. Потому что считается, что химические фильтры, они все-таки в процессе, у них есть свой ресурс, например, два часа. За эти два часа они работают, переводят световую энергию солнца в тепловую, и после этого они сами окисляются, конечно, в некотором смысле. И поэтому они, если их оставлять на коже надолго, окисленные вот эти фильтры, они тоже будут не антиоксидантную функцию выполнять, а наоборот, прооксидантную. Поэтому рекомендуется как раз обновлять. Если же у вас минеральные фильтры только содержатся в СПФ, он, конечно, выглядит хуже, он там выглядит как белая замазка, но это в основном пляжные такие СПФ или СПФ для детей до трех лет. Соответственно, есть и для взрослых, конечно, минеральные экраны. Вот, то тогда вы можете просто один поверх другого наносить, потому что минеральные фильтры, они действуют по типу зеркала, то есть немножко отражают лучи, да, и таким образом они, собственно, защищают кожу от солнца. Но надо сказать, что минеральные фильтры, они тоже все-таки внедряются в роговой слой, то есть они тоже там не на самой-самой поверхности лежат, вот, поэтому, конечно, их тоже желают обновлять через смывание, но не так критично, как с химическими фильтрами. Антиоксиданты нужны нам и внутри, и снаружи, да, внутрь, понятно, там витамины, витамины группы В, там кушать фруктов, ягод побольше в летнее время. А снаружи мы можем использовать средства, которые содержат антиоксиданты. Это, например, витамин С в стабильной форме, в том числе, например, липосомальная форма, или там аскорбилоглюкозит. Ну, самый пример такой с Гильтек, самый активный с антиоксидантами, это, конечно, сыворотка Сиэнерджи, потому что там этих антиоксидантов целая куча, то есть прям квинтэссенция из них. То есть там и витамин С в двух видах, 5% его там совокупно, и неоцинамид, и дегидрокарцетин липосомальный, там и ресфератрол, и фируловая кислота, то есть это именно прямо антиоксидантная сыворотка. Ее можно носить, кстати, в утреннее время, ну, соответственно, под СПФ. Можно и вечером использовать, не проблема, как говорится, там нет каких-то откровенно фотосенсибилизирующих веществ, которые прям нельзя использовать утром. То есть витамин С там в стабильной форме, не в кислой. И ПАШ у него нейтральный. Вот, соответственно, можно попроще что-то взять, например, из натуральной линейки ЗАЮ, с неоцинамидом, витамином С можно взять. У кого, кто особенно с коинкотеком, очень хорошо эта сыворотка работает. True Baby Face Serum называется. Кто не знает, что у Гильтек есть натуральная линейка, вот на всякий случай говорю, что есть у нас отдельная линейка ЗАЮ, которая тоже, соответственно, производится компанией Гильтек. Вот, ну и, собственно, разные другие варианты, да, антиоксидантов. Механическая защита нужна обязательно, если мы вынуждены применять фотосенсибилизирующие средства, топические, а также принимать внутренние лекарства с фотосенсибилизирующим действием потенциально. То есть это широкополые шляпы, крупные очки, это защитная одежда, максимум тела, закрыть одежды, которая будет защищать нас от солнца. И, соответственно, избегать появления солнца в самые активные его часы. То есть, условно говоря, с 10 утра, там, до 4 часов вечера лучше под солнцем не гулять в таком случае. Что нас может защитить от смога и полютантов, да, от которых мы, которые не видим, не чувствуем, и вообще, как говорится, сложно угадать, в какой момент и сколько их на нас набросилось, условно говоря. То есть это антиполюшные средства. Средства, которые создают, в общем-то, имитацию дополнительного гидропидного барьера, которые хорошо влияют на микробиом и, соответственно, повышают устойчивость кожи к, соответственно, агрессии внешней среды, и в том числе ультрафиолету. То есть это средства с функцией антиполюшин. Из наших это пробиоскин, конечно, то есть с прой-прибиотиками, со всякими антиполюшин-компонентами. В виде сыворотки используется утром, соответственно, под СПФ. Это, например, даже банальный гель-влажняющий плюс с ФОК-гелем тоже будет пробиотическую функцию выполнять. И, в общем, и так далее, и тому подобное. То есть надо смотреть, чтобы были хорошие увлажнители в составе, хорошие, так сказать, репаранты, можно сказать, гидропидного барьера. Вот эти вот, собственно, 6 пунктов, если выполнять, то мы сможем максимально возможно предохраниться от фотосенсибилизирующего действия средств, которые вынуждены, например, применять. Как топических, то есть нанесимых на кожу, так и внутрь применяемых. Что из тяжелой артиллерии? Можно ли это? Ретинол, кислоты, витамин С. Ретинол. Ретинол, ну, в контексте жителей средней полосы, не привыкших к Солнцу, нежелательно. Либо нужно использовать под прикрытием, как я уже говорила, да, использовать все, что вот было перечислено на предыдущем слайде, не выходить даже, как я люблю приводить пример, повесить белье на балконе на 5 минут, да, без СПФ выходить не надо на Солнце утром, поэтому, потому что можно за эти 5 минут хватануть приличную дозу ультрафиолета и особенно, кстати, лучи типа А, которые вообще через стекло проходят, да, незнавешенные стекло в автомобиле, поэтому здесь как раз умылись, нанесли сразу СПФ, тогда можно защититься. Вот, можно использовать антиоксидантные формы спокойно, ретинола, полиметат, ретинола, цитат в небольшой концентрации, они, как правило, в конце состава находятся в средствах, они защищают и кожу, и само средство, гель или крем, от окисления, и, в общем-то, вот гель тонизирующим он есть, там, с антиоксидантом коктейля, то есть в креме Витаматрикс есть со светоотражающими частичками, которые, то есть, в принципе, как антиоксидант, вот эти вот формы ретинола можно, но это не тот ретинол, который является активным, который, в общем-то, действует подобно третинаину. Вот, туда же, собственно, относятся к потенциально таким вот фототоксичным, ну, агрессивным, скажем так, и синтетические ретиноиды, это адапалин и тазоротен, которые используются при лечении акне. Но при лечении акне мы не можем отказаться от использования этих средств, потому что они порой даже являются единственным способом держать в узде какое-то обострение. Поэтому они используются, естественно, вечером, как положено, да, мы используем все нюансы применения ретинола, да, или адапалин того же самого, то есть мы наносим на сухую кожу. Все эти правила, да, я их очень часто перечисляю в семинарах, где упоминаю ретинол, но на всякий случай, еще раз повторю, правила применения ретинола, они просты достаточно, то есть мы его наносим строго вечером, мы наносим в небольшом количестве, то есть из расчета горошина на лицо, горошина на шею, да, но в случае лечения акне, как правило, используется такое же количество, но просто на шее, как правило, высыпание редко бывает, на лицо горошина, и другие сиборейные зоны, зачастую задействованы спина, груди, предплечья, там тоже тонким слоем они покрываются. Вот, поэтому перебарщивать не надо, чем, если слишком много нанесем, будет более агрессивное воздействие, будет побочек больше. Так вот, наносятся и синтетические ретиноиды для лечения акне, и ретинол косметический с антиэйдж целями, да, на сухую кожу, сухую это не в смысле не мокрую, не влажную после тоника, да, а через какое-то время после умывания, то есть через 20-30 минут оптимально наносить средства с ретинолом, потому что тогда кожа уже успеет выработать немножечко кожного сала, и уже ретинол не так агрессивно будет воздействовать на неё, кроме того, всё-таки это жиростворимый компонент, да, витамин, и он даже лучше будет проникать, при этом не так агрессивно воздействуя. Поэтому наносим немного, наносим на сухую кожу через 20-30 минут после умывания. Если нам нужно нанести какое-то смягчающее средство, крем, то наносим через час, не сразу, и, соответственно, днём обязательно используем СПФ. Что касается кислот, я уже говорила вначале, что гликолевая нежелательно, салициловая с осторожностью, потому что всё-таки БХ-кислоты, они являются, ну, немножко всё-таки фототоксичными считаются, и поэтому, например, обильно полить себя салициловым тоником, который скоро выйдет, и потом идти загорать не стоит, да, но использовать его, например, в вечернем применении или во время чистки лица, или локально, например, на какие-то участки, где, например, закупориваются поры в вечернее время, да, днём используя СПФ грамотно, можно без проблем использовать салициловую кислоту и в летнее время. Вот, прекрасно можно использовать средства с миндальной кислотой, с молочной, с азолаиновой, кстати, азолаиновая кислота летом, она выходит на первую линию, так сказать, поддержки пациентов с АКНЕ, ну, естественно, с теми формами, стадиями, когда можно обойтись той же азолаиновой кислотой, например. Соответственно, сыворотка стоп АКНЕ, тоже можно её использовать, причём её можно даже и утром, и вечером использовать, утром, соответственно, под СПФ. Полигидроксикислоты, то есть это глюкон, лактон, лактобионовая кислота, в небольшую концентрацию, опять-таки, не при низком ПАЖ, тоже достаточно мягко воздействует на кожу, то есть можно в летнее время использовать, яблочная кислота и фируловая кислота. Ну, фируловая кислота, как известно, это больше антиоксидант, чем кислота повреждающего действия, то есть как кератолитик, она работает уже в более высокой концентрации, ну, собственно, так же, как и молочная кислота, там, 5-10% молочки, это чисто на увлажнение, чтобы она работала как кератолитик, как пилинг, её нужно больше 20% в класть средства, ну, либо в комбинации с другими. Поэтому фируловая кислота, например, если она в сыворотку добавляется в количестве, там, 0,5%, там, 0,7%, и выполняет роль мощного антиоксиданта, как, например, Сиэнерджи, то можно даже днём не носить. Вот, вот это, что касается кислот. Гликолеву лучше избегать, потому что она очень маленький размер молекулы имеет, она быстро очень проваливается, и особенно если достаточно низкий ПАЖ у средства, то, к сожалению, может спровоцировать пигмент, образование пигментации. Витамин С тоже я уже говорила, здесь я на этом слайде прямо написала, какие формы являются, какая форма является кислой, для которой средства кислый ПАЖ должны иметь, и концентрация более высокая, соответственно, Элиоскорбикэйсид лучше оставить на осенний-зимний период, астабильные формы, такие как аскорбилглюкозид, всем известные старые древние, себя давно сорекомендовавшие САП и МАП, то есть магнезиум и содиум, аскорбилфосфат, этрогексилоскорбат, достаточно новый такой ингредиент, ну, производный тоже тамин С, трилогексилоскорбикэйсид, то есть этилоскорбат, это эстерси, например, такой ингредиент, то есть их можно спокойно использовать даже в дневных средствах, они являются стабильными, они в том числе фотостабильными, естественно, дневные варианты наносятся под крем, и они прекрасно повышают устойчивость кожи к ультрафиолету и вообще к агрессии внешней среды, в том числе к всяким полютантам, которые сейчас в городах, особенно очень их много, даже в помещениях, не только на улице, смог там от машин, да, выхлопные газы, просто даже мебель там со всякими смолами, клеевыми составами выделяет очень много полютантов в воздух, и они осаждаются на нашей коже. Кстати, в каком-то вебинаре мы тоже на эту тему разговаривали с слушателями, и вот некоторые, кто любит, например, дома жечь всякие палочки с приятным запахом, да, СПА такой вариант, лучше их, конечно, не жечь и всякие аромалампы не использовать, потому что это источник достаточно серьезных полютантов, причем с канцерогенным действием, поэтому палочки лучше не злоупотреблять. Какие аппаратные процедуры пойдем, да, и пилинги, например, можно делать летом. Соответственно, безопасные процедуры летом это те пилинги, которые, опять-таки, не повреждают кожу в основном, да, то есть либо средства с отшелушивающим действием, либо аппаратные какие-то воздействия с отшелушивающим действием, но которые не повреждают кожу. То есть это, в первую очередь, ультразвуковой пилинг, который делается по дезокрустирующим средствам, зачастую не содержащим даже кислот. Вот, ну, если из стильтека брать пример, это гель для дезокрустации и лосьон дезокрустации. Гальваническая дезокрустация по тем же средствам делается, используется постоянный гальванический ток. Очень хорошо гальваническая дезокрустация работает на жирной коже, особенно молодой, с такими тугими порами, которые очень тяжело открыть и вообще эвакуировать из них кожное сало. Вот гальваническая цинкрустация, создавая реакцию омоления жиров прямо на коже, она хорошо работает с такими пациентами, если есть соответствующий аппарат профессиональный. Газожидкостной гидропилинг, так называемый. Его по-разному называют, там, аквапил, гидропил, гидрофэшл, джетпил. К джетпилам, как правило, еще прилагается аэрограф, джетспрей, чтобы сыворотки наносить. Эта процедура очень хорошо востребована летом, она очень приятная, особенно в жару. Она неплохо, в принципе, отшелушивает поверхностно-роговой слой. Естественно, перед гидропилингом надо все равно хорошо сделать холодное распаривание. Вот. Тоже абсолютно не фототоксичная процедура. Неинвазивная карбокси, то есть СО2 маски те же самые, тоже можно делать летом. Естественно, не нужно их делать, опять-таки, в первой половине дня и отпускать пациента без СПФ, потому что все-таки там лимонная кислота вот и маски, да, содержится. И, в общем, на коже происходит реакция между щелочью и кислотой. Но суть в том, что никакого глубокого воздействия там нет. И, собственно, никакого фотосенсибилизирующего действия сильного не будет. Энзимные пилинги хорошо работают на папаине, бромелоине, субтерезине, энзимограната и так далее. Ну, то есть то, что на ферментах работает. Энзимные пудры для умывания, которые можно использовать пару раз в неделю. Рисовая пудра, например, которая тоже для умывания часто используется. Механические абразивы, всякие скатки, гаммажи можно использовать. Единственное, без фанатизма, потому что все-таки механические абразивы, они не всегда подходят, во-первых, для чувствительной кожи. Да, сейчас, Ирина, отвечу на вопрос, вижу. То есть скрабы, я имею в виду, что не нужно использовать часто, и, например, на чувствительной тонкой кожи вообще лучше их не использовать. Например, у нас есть в линейке Заю натуральный, очень классный скраб, называется кофейный. Ну, на самом деле, там в виде абразива, конечно, не кофе, а частички микроцеллюлозы, а кофе там больше для запаха, для такого аромата. Вот, и там энзимогранат, как действующее вещество. Там есть действительно абразив, и он, если там сильно наяривает, может даже показаться грубоватым, но если нормально легонечко массажными движениями распределять, то он довольно деликатный. Но, например, если у человека, ну, то есть он хорошо переносит, нравится вот эффект этой гладкости кожи после энзимограната, но не хочется использовать абразив, то ничего не мешает просто нанести этот скраб на лицо. Ну, то есть вот это гель, да, который содержит ферменты и абразив. И просто не растирать его, просто подержать его 10-11 минут, как положено, и смыть водой, не воспользовавшись абразивом. То есть можно и так использовать. Либо, например, допустим, раз в неделю использовать так, да, раз в месяц потереть еще и с абразивом. То есть такое два в одном получится. Дезинкрустацию можно использовать как разрыхляющий гель, даже нужно. То есть это классический разрыхляющий гель перед аппаратными чистками. То есть мы его наносим на 15 минут под пленку, и потом проводим аппаратную чистку. В случае ультразвукового пилинга мы под частичком, да. У нас, кстати, на Ютубе у меня есть видео, как делать ультразвуковой пилинг. Если вдруг не видели, можно зайти, посмотреть. Вот, а кто на наш канал не подписан, можно подписаться. Пока у нас есть Ютуб, там очень много познавательного контента лежит, можно пользоваться, вот, совершенно бесплатно. А как бы, если, например, гальваническую дезинкрустацию мы делаем, то мы просто 15 минут под пленкой держим гель дезинкрустации, потом мы заменяем его на масочку вот с такой спанлейса, да, с прорезями, как правило, там они бывают для носа и глаз, и рта. Бывает, что и просто можно салфетки сделать, если вдруг станут в дефиците такие маски. И лосьоном мы смачиваем эту маску, кладем поверх уже геля, да, то есть пленку снимаем, заменяем на вот эту салфеточку гидрофильную, и уже постоянным током работаем по гидрофильной салфетке, пропитанной щелочным лосьоном. То есть дезинкрустирующий гель, он имеет щелочной плаш. Вот, и лосьон тоже. У них одинаковый состав, только разная текстура. А если же нужно без аппаратных чистых, как разрыхляющий гель использовать, то я посоветую все-таки энзимную пектиновую маску использовать, потому что она будет сильнее без аппаратов действовать, да. Вот, потому что это все-таки одновременно и пилинг легкий, да, и разрыхление, и в то же время можно сезонно его использовать. Тоже под кленку на 15 минут, это если надо прям чистку потом какую-то сделать, выдавить комедончик. А если нужно просто перед какой-то антиэйдж процедурой использовать энзимную маску, то по ней очень хорошо делают массаж. Ну, наши постоянные слушатели и косметологи, которые работают на гельтеке, они знают, конечно, этот препарат. Энзимная пектиновая маска – это наша всеобщая любовь, особенно массажи по ней, как предуход перед какими-то антиэйдж процедурами и аппаратными всякими процедурами. Но вдруг, если кто не знает про энзимную маску, то вот это прекрасная штука еще и в регулярный уход домой. Соответственно, надеюсь, я ответила, Ирина, на ваш вопрос. С механическими абразивами понятно, да? Поверхностные пилинги с миндальной молочно-фируловой кислотой бывают еще с яблочной, бывают, ну, всякие такие мягкие средства, которые без гликольки, короче, без гликолевой кислоты, с достаточно высоким pH между 3 и 4, и с концентрацией кислот не более 20-30%, без спирта, то есть гелевые, коллоидные, как правило, это пилинги, или там какие-то маслянистые, но не спиртовые. Их как раз можно использовать летом, но опять-таки, естественно, в вечернее время процедуру такую планировать и соблюдать все пункты, которые вот за несколько слайдов до этого я перечисляла для того, чтобы предохранить кожу от вот здесь ультрафиолета максимально. Ну, а на осень и зиму мы, соответственно, оставляем более агрессивные процедуры, такие как лазерные шлифовки, кислотные пилинги с нелетними кислотами или с более низким pH, и микродермообразие, ну, которое, в общем, в некоторых регионах популярно, да, но в целом сейчас микродермообразие редко кто использует, но на всякий случай ее упоминаю. Протокол всесезонного пилинга, да, я еще хотела дать на этом семинаре, прежде чем перейти к схемам ухода, да, домашнему. Вот. Вот. Сезонный пилинг наш, он, у меня так, у меня с собой даже есть, в кабинете, он представляет собой вот такой флакончик, очень, кстати, экономичный, надолго его хватает, маслянистый такой раствор с миндальной кислотой, как хедлайнером состава, на самом деле. Молочная кислота, там ее, в принципе, не сильно меньше, но все-таки миндалька идет здесь, как хедлайнер. Вот. Ну и эфировая кислота в 7-процентной концентрации. Здесь еще есть дополнительные ингредиенты, антиоксидант, зеленый чай, дмайя, ну, и PH-246, то есть не сильно низкий PH. Встраивать этот пилинг можно в различные программы и при проблемной коже, и когда есть склонность с образованием пигментации и так далее, да, а также можно предварять этим легким пилингом, например, это уже в осенне-сильный период, какие-то более серьезные варианты, да, либо готовить этим пилингом к, например, поверхностно-срединному пилингу. Вот сделать, допустим, пару процедур на миндальном пилинге, потом, допустим, человека взять на курс уже там поверхностно-срединных, как вариант. Соответственно, все меры предосторожности, когда мы делаем этот пилинг, применяем. И протокол здесь зависит от того, что мы хотим в итоге получить, да, то есть как бы мы можем наносить пилинг, вот этот коллоидный, в три слоя, для того, чтобы получить максимальный эффект. При этом, в отличие от спиртовых пилингов, надо понимать, что когда мы спиртовой пилинг наносим второй, третий слой, еще его там втираем, распределяем, у нас проникает глубже, глубже и глубже, да, вот этот пилингующий раствор. Когда мы гелевые пилинги наносим в несколько слоев, это просто мы создаем возможность дольше пилингу воздействовать, не теряя в эффективности, да, не теряя в концентрации кислот. То есть мы наносим один слой, да, потом на очищную кожу, естественно, да, чтобы усилить его действие, можно как раз массаж по энзимной маске перед этим сделать. Но это если вы уверены, что у человека действительно грубая, плотная кожа, ему нужно вот такое более сильное, более глубокое воздействие. Соответственно, мы первый слой втерли, да, он у нас подействовал пять минут, и после этого мы наносим новый свежий слой, опять его втираем, да, и получается, что мы просто заново наносим пилинг, и еще раз, да, и третий раз тоже экспозиция пять минут, в целом 15 минут максимальной экспозиции, мы таким образом 15 минут, каждые пять минут, свежий слой наносим, мы его немножечко втираем для усиления пенетрации. То есть это не значит, что после третьего слоя у нас еще глубже проникнет пилинг. Миндальная кислота имеет достаточно крупную молекулу, глубже, чем она проникнет в роговой слой, условно говоря, тем она глубже и не проникнет, просто он будет более интенсивно и более долго действовать. Соответственно, мы после трех такого слойного нанесения можем получить даже мелкопластинчатое шелушение, а если мы хотим его использовать как такой флеш-вариант на выход, то мы наносим только один слой, можем его втереть, можем втирать с минимальной экспозиции пять минут, смыть водой. Смываем мы всегда водой, нейтрализацию он не требует, и для оптимального результата нам все-таки нужен курс, желательно из 4-6 процедур раз в неделю, или раз в 10 дней. На самом деле, его даже раз в 5 дней при более плотной грубой коже можно наносить, но это минимальный интервал между нанесениями. Ну и, соответственно, если кожа чувствительная, то применяем с осторожностью, пробуем и начинаем обязательно, конечно, с однослойного варианта, недолгого. Вот, когда у нас обостряются всякие заболевания, например, розации, какие-то другие драматозы хронические с повышенной чувствительностью кожи, при герпесе, например, да, то мы, конечно, даже этот мягкий пилинг использовать не будем. Вот, если человек принимает перорально ретиноиды, то есть эстротиноин, то есть это там сатрет, ракутан и так далее, такие препараты, при которых тоже чувствительность кожи очень сильно увеличивается, то тоже, конечно, такие пилинги мы делать не будем такому пациенту, зачастую им даже энзимная маска или кофейный скраб будет жестковат, поэтому пилинг оставляем на тот момент, когда закончится курс системных ретиноидов при акне. Соответственно, что из тяжелой артиллерии антивозрастного ухода мы можем применять, в том числе и летом, да, вот про ретинол мы с вами поговорили уже, то есть ретидермы 0,25 и 0,5 естественно, оптимально, ну, для людей, привыкших жить в нашем регионе, оставлять на зимний период, если, опять-таки, мы вынуждены применять, или хотим сохранить применение его, например, летом, то мы просто более тщательно защищаемся от солнца в дневное время. Альфадерм, миндальная кислота 5%, и комплекс АХ-кислот, среди которых каждая, в общем-то, находится в менее 1% концентрации, поэтому спокойно может применяться даже в летнее время. Плюс там еще хороший увлажняющий комплекс АКВАКСИЛ, он же антиполютант ДМАЯ, который дает эффект лифтинга, и снижающий чувствительность сокола и вера. Вот, Альфадерм очень хорошо работает на проблемной коже, на коже склонной гиперпигментации, гиперкератозу, он хорошо работает на чувствительной коже, что действительно, да, кислот, очень мало кислотных средств, которые хорошо подходят чувствительной коже или пациентам с розацией, например, у нас, например, пациенты с розацией, многие, которые и уже постфакуум, когда этот продукт вышел, да, и которые в воспитаниях участвовали, заметили, что уменьшается даже покраснение при применении вот этого средства с миндальной кислотой. Вот, но, естественно, в таком случае нужно с осторожностью начинать применять и смотреть, как кожа реагирует. Так вот, его можно применять летом, опять-таки, соблюдая все меры предосторожности, но, естественно, обязательно вечером, и, возможно, в летнее время применять его не каждый день. А вот, что можно и прекрасно применять летом, это средства, которые занимаются не негативной стимуляцией, то есть, фактически, ну, стимулируют отшелушивание кожи, да, за счет истончения на некоторое время эпидермиса или на постоянной основе. Это средства с пептидами. Средства с пептидами, они классический пример позитивной стимуляции, то есть, когда мы стимулируем какие-то вещи, метаболизм клеток, выработку коллагена эластина, выработку новых молодых керотиноцитов эпидермис, соответственно, потом, впоследствии уплотнений кожи, это как раз пептиды. Пептиды не обладают абсолютно фототоксическим действием, никаким фотосенсибилизирующим, они работают, как бы, можно сказать, изнутри. Это сигнальная такая молекула, да, как правило. Вот, и некоторые из них, например, 3-пептид меди обладают даже как раз антиоксидантным действием, то есть, повышают устойчивость к коже к ультрафиолету, и кроме того, еще масса других эффектов, включая противоспалительный и, собственно, блокирует деятельность фермента коллагена, зарушающего коллаген, ну, то есть, такой многостаночник, вот, как я его люблю называть. 5-пептидов это оптимальный вариант, конечно, для антиэйдж варианта летнего, там 2-ми релаксанта леофасилы, эргирелин в общей концентрации 10% по 5 каждого, там 4% релистаза, это ремоделирующий пептид, там 3-пептид меди, тоже 5-процентный, там 2% матриксила морфомикса, того же, что в креме сывороткой для век с эффектом лифтинга нашей, вот, и, соответственно, дополнительные еще какие-то вспомогательные ингредиенты а-ля полулан, гиалуронка и фиткультура яблока, маздоместика и, например, антиполютант, как раз антиполюшен компонент фукогель, увлажнитель, вот, и, соответственно, такой комплексный очень серьезный препарат на основе пептидов это отличный вариант на 35+, на летом, но его, конечно, можно круглый год использовать, вот, и еще очень такой к тяжелой артиллерии хороший вариант я бы отнесла как раз антиоксидантную сыворотку, про которую я уже говорила в начале, которая содержит высокую концентрацию из нескольких антиоксидантов, можно сказать, самых мощных, которые можно только себе вообразить, и ее можно тоже использовать и утром, и вечером, и два раза в день, или, там, допустим, утром сейноджи, вечером пептиды, вот, или, там, наоборот, кому как удобно, и, в общем, с точки зрения хронобиологии, конечно, если сочетаются эти два препарата, или, допустим, сочетается пробиоскин с пептидами, то пептиды лучше оставить на вечер, но не потому, что они агрессивные, а просто потому, что считается, что утром кожу, вроде как, должны защищать, а вечером, за ночь она восстанавливается, поэтому, например, всякие маски, например, с кислотами и так далее, они применяются в вечернее время предпочтительно, ночные маски, например, и пептиды считаются, что с точки зрения хронобиологии, например, они в вечернее, в ночное время будут действовать более активно, но, конечно, вряд ли мы это с вами заметим субъективно, и если у нас, например, в уходе есть кислоты, альфа-дерм, и, например, 5 пептидов, то, естественно, 5 пептидов будем использовать утром, а альфа-дерм вечером. Ну и крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга я тоже отнесла все-таки к тяжелой артиллерии, потому что, во-первых, там есть матриксилморфомикс, а, во-вторых, там есть ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, ну, плюс кофеин, который снижает отечность вот в этой зоне, уменьшает темные круги, тоже нам в этой зоне он хорош, витамин Е как антиоксидант, и самый такой крутой лайфхак относительно крем-сыворотки для век с эффектом лифтинга это то, что, если вам нужен, например, крем ночной, легкой очень текстуры, который еще и укрепляет, уплотняет кожу и способствует снятию отечности, то можно спокойно использовать этот крем не только для зоны вокруг глаз, но и для всего лица и шеи. Более того, для шеи средства всегда хороши те, которые хороши для кожи вокруг глаз, потому что эти зоны очень похожи по структуре, поэтому то, что хорошо для век, то прекрасно хорошо для шеи. Поэтому, учитывая то, что продается крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга и стоит, как обычный крем в классическом 30-граммовом флакончике, а не какая-нибудь там 5-миллилитровая пищурочка, как обычно кремы для век продают, вы спокойно можете использовать его вообще на все лицо и шею. Вот. Это такой лайфхак от меня лично. Соответственно, нам летом всегда нужно восстанавливать ресурсы. Какой крем для лифтинга будет эффективен для 50+. Смотрите, именно с точки зрения лифтинга, конечно, летний вариант, ну, конечно, ретинол, это вот самое оно для 50+, да, но это, в общем-то, не летний вариант. На лето для 50+, я бы взяла вот такую классическую схему утром, перси, энерджи, вечером 5 пептидов, и, соответственно, кожа за счет накопительного эффекта она уплотнится, плюс еще витамин С и другие антиоксиданты выровняют тон, придадут такое сияние. Да, ну, понятно, что человека надо видеть, конечно, что там 50+, ну, то есть возраст, это не всегда одно показание, да, то есть 50 лет, мне тоже 50, да, через год, да, у меня там, допустим, комбинированная кожа, склонна к воспалениям и так далее. И вот, а, допустим, у моей подруги, там, допустим, в 45 лет, у нее сухая кожа, тонкая, много мелких морщиночек, и, в общем, у нас совершенно разные, практически при одной возрастной группе, да, совершенно разная кожа. Вот, поэтому здесь как раз надо смотреть еще, что за пациент, но универсальный такой вариант будет, я потом схемы домашнего ухода сейчас вот буквально через несколько минут дам, прям можно будет ими пользоваться, ну, или на их основе что-то еще фантазировать, но вот Сенерджи и 5 пептидов это такой, безобидный вариант в плане того, что вы не будете рисковать на солнце. И, естественно, обязательно, там, тот же самый антиоксидантный праймер утром, или там SPF 50, мультипротектор, обязательно защищать. Ну, или какое-то тональное, может человек использовать средство с SPF не меньше 30. Вот, соответственно, чтобы восстановить ресурсы кожи, которые летом у нас все равно страдают от отопительных всяких вот этих вот кондиционеров, от климат-контроля в машине, вот этого сухого, прохладного воздуха, и от жары, и от ультрафиолета, и от полютантов, потому что все-таки летом, ну, в жару вообще вот смог, он ощущается больше, чем, например, зимой, хотя зимой свои агрессивные факторы. Так вот, восстанавливать ресурсы кожи надо, естественно, 5 пептидов и крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга, понятно, за счет чего будет это делать, да, еще не стоит забывать о том, что обезвоженность зачастую провоцирует проблемы с кожей, да, как мелкие морщинки, дряблость, атоничность, поэтому наши старые добрые интенсив омоложение и 3D-увлажнение нельзя сбрасывать со счетов, это идеальный вариант убрать обезвоженность очень быстро. Если обезвоженность на зрелой коже, например, не сопровождается с сильной гиперчувствительностью, то есть и она, в общем, умеренная, то всем вполне подходит интенсив омоложение с ультравысокомолекулярной гиалуроновой кислотой, бета-глюканом и стволомеклеткой мальс-доместика, которая, собственно, таким комплексной гелевой сывороткой является одной из наших самых популярных, которая под любой крем ложится и очень хорошо увлажняет. Если же кожа прямо вот тотально обезвоженная, знаете, как бывает у людей, которые, условно говоря, перезагорали либо на пляже, либо в солярий, вот, такая немножко пергаментная, то, конечно, тогда можно взять на какое-то время там использовать флакончик 3D-увлажнения, потому что там 3D-гиалуроновой кислоты, плюс там еще пептид, дифопарин, который регулирует влажность, то есть как бы транспорт плаги с дермоэпидермис и соколы веры, которые снижают чувствительность. Вот, как антиполюшен вариант, самый, конечно, такой вариант, особенно для чувствительной кожи, будет пробиоскин, это сыворотка гелевая с лизатами бактерий, с пробиотиками, соответственно, и пребиотиками, то есть инулина, альфаглюкан и фукагель, это пребиотики. Там есть немножечко аскорбиоглюкозиды, то есть витамина С, больше как бы с антиоксидантной такой нагрузкой, депантенол и высокомолекулярная гиалуроновая кислота. То есть пробиоскин наносится, ну, опять-таки, в любое время суток, но чаще всего его рекомендуется сутки утром наносить под, например, СПФ. И, соответственно, мы всегда будем закрывать кожу днем какими-то кремами, которые защищают еще и от ультрафиолета, в зависимости от ультрафиолетового индекса, который смотрим прогнозы погоды, но это вы все, наверное, знаете, вам не надо рассказывать. И смотрим, если там индекс где-то между 2 и 4, 3 и 4, то можно, в принципе, использовать так называемые городские СПФ, то есть в районе 15, то есть 10, 15, 8, до 30, условно говоря. А если уже перевалил за четверочку ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды, то, значит, в нашей местности. Соответственно, тогда мы берем уже более серьезную защиту, то есть 30, 50, вот, и пользуемся. Соответственно, если кожа сухая или нормальная, то вечером тоже может понадобиться крем какой-то, можно взять спа-апельсин, можно взять, например, если кожа очень такая сухая, топичная, даже церамидским сейвером воспользоваться, безводным гелем, да, с церамидами. Можно брать ночной увлажняющий крем, такой самый нейтральный, очень похож на наш дневной увлажняющий, только без СПФ. Вот. И, соответственно, вечером можно пользоваться кремом-сывороткой для век с эффектом лифтинга на все лицо и шеи. Как я уже говорила, это вот лайфхак такой. Соответственно, к схемам перейдем уже. Ну, антивозрастного, не только антивозрастного домашнего ухода. Ну, возьмем различные варианты, да, то есть типы состояния. Соответственно, сухая нормальная кожа, там, 35-40+, но и при этом обезвоженная. Это такой самый распространенный вариант, особенно для сухой кожи, потому что она практически всегда обезвоженная. Значит, умывать мы можем любым мягким средством. На самом деле, наши средства очищающие, что муссы с алоэ, с витамином С, что гель очищающий, что гель для снятия макияжа, они все, ни одно из них не содержит агрессивных поверхностно-активных веществ. То есть нет ни лаурел, ни лауреусульфата, ни лауреусульфата, то есть все они либо на кокоглюкозиде с ТЛ-глутаматом, то есть это такие очень-очень мягкие очищающие средства. Поэтому берем любой из них. Как тоник, очень хорошо для сухой нормальной кожи работает тоник с гиалуроновой кислотой, эластином, такой немножко гелевый. Кто любит корейские тонеры такие, те любят, как правило, тоник с гиалуроновой кислотой наш. Мастхэв тонер из натуральной линеечки The You. Тоже такой немножечко маслянистый, что ли, текстуры. Ну, это сложно так, конечно, сказать, что маслянистый, но он такой именно обволакивающий. Поэтому для сухой нормальной кожи тоже он таким пользуется успехом. И обязательно используем какую-то сыворотку, которая будет убирать обезвоженность непосредственно, то есть работать по принципу заместительной терапии за счет наличия ультрамолекулярной гиалуроновой кислоты в составе. То есть это 3D или интенсив омоложение. Анна с применением вам только что рассказала. Вот. Соответственно, закрыть это все можно любым кремом с небольшим SPF. То есть из натуральной линейки, тогда это будет и Мегаполис крем с SPF-10, с кучей всяких экстрактов. Кстати, с пребиотиками тоже, с пробиотиками, с лизатами бактерий. Очень хорошо он сочетается по этому, кстати, с сывороткой, с гелем пробиоскин. Вот. Из основной профессиональной линейки ГИЛТЕК тоже можно их совместно применять. Вот. Можем взять крем увлажняющий, в нем SPF-10. Можем взять, соответственно, уже с более сильной защитой средства. Это SPF-50, Oil-Free на 50+, наш известный. И новинка вот гель-праймер, антиоксидат, протешен-праймер. Вот. Я вам сейчас покажу. Попробую, если у меня получится на камеру показать. Вот, например, обычный классический SPF-50+. Да? Но он не больно-то классический, потому что он все-таки Oil-Free. Да? И когда мы его наносим, благодаря тому, что физический фильтр диоксид титана микронизированный, он, вот я его нанесла, не знаю, видно или нет, он сразу практически впитывается и не выбеливает кожу. Очень хорошо защищает. А вот новый наш праймер, у него очень оригинальная текстура, на самом деле. Сейчас попробуем показать на камеру. Он абсолютно прозрачный. То есть, например, люди с третьим, четвертым фототипом, то есть темная кожа, будет очень комфортно его переносить. Например, ну или загорелая кожа. Вот, потому что он абсолютно не белит и он абсолютно прозрачный. Такой, как силиконовый праймер, только при этом у него SPF 30. Вот, и когда мы его наносим, очень-очень комфортно и пахнет очень приятно, сладенький такой запах у него. Вот, и когда мы его наносим, он даже матирует немножко кожу. Не знаю, ну на камере, конечно, вряд ли это будет видно. Но он прям дает сразу такую матовость. И дальше можно, например, декоративную косметику, тональную снова наносить. Естественно, после того, как он полностью закрепился, на коже впитался, то есть он уже хотя бы 5-7 минут подождать, лучше 10, а потом уже наносить тональное средство, чтобы не стереть с кожи вот саму защиту. Ну, это вы, наверное, знаете все. Такой прием. И он очень хорошо заполняет морщинки мелкие, то есть он работает фактически как праймер, только при этом он еще содержит эти оксиданты, это альфа-липоевая кислота из листьев дерева ним и витамин Е и вот, собственно, ультрафиолетовые фильтры. На вечер мы можем взять очищающее средство какое-то, мы можем взять опять тот же самый тоник, который выбрали, и тут как раз мы можем взять сыворотку 5 пептидов и, например, наносить поверх нее, когда она уже питалась, питательный массажный крем с папельсин, то есть ламеллярный крем очень приятный, который либо ночной увлажняющий, например, но питательный будет чуть-чуть более жирненький. Соответственно, при необходимости мы можем наносить крем сыворотку для век с эффектом лифтинга. В случае очень сухой кожи, даже нормальной кожи, я бы, может быть, даже не использовала крем сыворотку для век на все лицо и шею, если нужно что-то более питательное, потому что она будет очень-очень легкая, слишком легкая для сухой кожи. Кроме того, кофеин он немножко тоже будет подсушивать, если его постоянно применять. И, соответственно, для отшелушивания такой кожи 1-2 раза в неделю можно любое энзимное средство использовать, например, энзимную пектиновую маску либо скраб из серии ДЮ с энзимами граната или делать ультразвуковой пилинг иногда раз в 10 дней, если есть такой аппаратик дома или к косметологу, если человек ходит. Соответственно, следующий вариант ухода это комбинированная кожа, соответственно, 35-40+, и склонность к куперозу и отекам. Соответственно, нам нужно в уходе какие-то вазопротекторные, сосудоукрепляющие средства, что-то противоотечное. Ну, опять-таки, так как это лето, нам нужна солнцезащита и нам нужно что-то анти-эйдж. Вот, поэтому мы комбинируем уход так. Сначала умывание, да, соответственно, муссовая вера и или тут уже из вашей фантазии, да. То есть можно гелик чаще взять, можно муссоветамином С взять. Ну, то есть все, что комфортно. Поэтому я оставила как бы простор для фантазии. В плане умывалок они все у нас очень мягкие. Вот. Тоник для жирной проблемной кожи можно использовать, так как он хорошо балансирует. То есть для комбинированной кожи он не будет пересушивать ее, он будет просто выравнивать, так сказать, баланс, да, между участками кожи, допустим, нормальными и более жирными за счет экстракта гомомель с фукс в составе. Вот. Кстати, если, например, Т-зона сильно жирнится, вот тогда можно использовать, например, матирующий тоник Сепбаланс, наш новый вот этот вот, который только вышел недавно. Это очень оригинальный продукт, на самом деле аналогов практически тоже нет. Это тоник, который содержит коламин. Он, ну, кто, например, имеет маленьких деток, знает, что лосьон коламин очень часто используется, например, когда ветрянка или кусали комары. То есть он снимает очень хорошо чувствительность, зуд. И вот этот коламин, он здесь в виде взвеси, то есть текстура его суспензии. То есть если посмотреть внимательно, то здесь есть осадок такой. И перед каждым применением, особенно если он долго постоял, ему надо энергично встряхнуть. То есть не вот так вот чуть-чуть понаклонять, да, а вот хорошенечко вот так вот раз 15 встряхнуть, пока не растворится полностью осадок. Вот у меня, допустим, вот я его потрясла, да, вот у меня он практически растворился, да, стал такой мутненький. Вот, и после этого его уже наносить на ватный диск и протирать лицо или т-зону. Вот, соответственно, здесь еще сибрегулирующий актив содержится ивермат. Здесь содержатся различные дополнительные компоненты а-ля тоже экстракт гомомелиса. Здесь содержится цинк, то есть он хороший, матирующий, ну, можно сказать, даже не тоник, а, наверное, такой лечебно-профилактический все-таки уже препарат. Вот, но прекрасно тоже его использовать, если есть избыточная жирность, например, в т-зоне при комбинированной коже. Для жирной это вообще мастхэв. Соответственно, если не так беспокоит жирность, сколько купероз, да, то тогда мы берем наш любимый лосьон-концентрат Нео с 10-процентным липосомальным с гидрокверцетином, с кучей тоже сосудокрепляющих экстрактов, арника, плющ, бузина, постельница, векарственный эмалий в огурец. Вот, и пользуемся им тоже при помощи ватного диска вместо тоника. Вот. В качестве сыворотки, то есть активного средства, мы можем использовать или трубы бифэ с сером, например, как вариант, то есть с неоцинамидом 3-процентным и 2-процентным амином С, и плюс там содержится очень интересный ингредиент эфирное масло лице и кубеп, еще у него есть такой синоним, называется он мэйчанг, вот, может быть, слышали, и он как раз очень хорошо дренажит кожу, то есть способствует лимфодренаж и снимает отечность. Либо банально антикуперозный гель наш любимый взять, старый добрый, с неоцином в составе, с тоже тем же самым сосудоукрепляющим компонентами, такими как троксирутин, конский каштан, листья красной винограды и использовать его, соответственно, если нет реакции на неоцин. И закрывать любым кремом в зависимости от уровня солнцезащиты, ну, от уровня инсоляции, индекс инсоляции. Соответственно, вечером мы тоже умываемся, используем лосьон концентрат нео, потому что матирующий эффект нам по-любому не нужен вечером, можно утром использовать матирующий тоник или тоник для жирной проблемной кожи, балансирующий, а вечером использовать обязательно сосудоукрепляющий лосьон концентрат нео в качестве тоника. Потом наносим как раз 5 пептидов и закрываем при необходимости например, легким ночным увлажняющим кремом или как раз крем сырской для век с эффектом лифтинга на все лицо и шею можем использовать. А также можем использовать опять-таки гель для сухой и нормальной кожи нео, который содержит примерно те же экстракты или дегидроквецитин, только немножечко его там поменьше, как в лосьоне концентрате нео, то есть они можно сказать близнецы братья по составу, просто разная текстура и концентрация у лосьона выше. Ну и для отшелушивания естественно какое-то эндимное средство или аппаратная чистка например, раз в неделю. Вот, соответственно едем дальше у нас жирно-кабинированная кожа. Вот, жирно-кабинированная кожа у нас я специально написала 18+, потому что она может быть в любом возрасте и там мы уже будем бороться с как раз с тем состоянием, которое называется проблемное чувствительное. Вот, соответственно умывание у нас будет все то же самое, нам не нужно пересушивать или как-то более агрессивно очищать жирную и комбинированную кожу и проблемную тем более, потому что у проблемной кожи изначально нарушен гидролепидный барьер, его наоборот нужно как можно лучше сохранять. Вот, поэтому мы берем наши мягкие очищающие средства, тоник, матирующий себобаланс вот этот как раз с цинком, гомомерисом, дебантенолом, с матирующим, себорегулирующим этим комплексом и вермат и дальше мы можем наносить сыворотку стопакнез с злоиновой кислотой как на все лицо, так и на ученске с воспалениями и закрывать соответственно соцзащитой. Мультипротектор SPF 50+, L3 это золотой стандарт для жирной кожи и гель праймер антиоксидантный он тоже достаточно неплохо работает на жирной коже он не жирнит наоборот матирует единственное что так как это праймер все-таки на масло силиконовой основе надо больше уделять ну скажем так внимание для того чтобы вечером его смыть возможно воспользоваться гидрофильным маслом кстати мы скоро тоже ждем новинка гидрофильное масло даст бог он выйдет все-таки вот и тогда у нас будет свое гидрофильное масло гельтек очень жду его на тестах мне очень понравился этот препарат то есть очень приятно очень хорошо снимает макияж любой очень пахнет вкусно таким цитрусом грибфрутиком то есть если он выйдет это будет замечательно соответственно на вечер мы опять-таки очищаем кожу лайфхак для жирной комбинирной проблемной кожи это использовать гель для интимной гигиены SPH 4,5 и молочной кислотой для умывания лица подросткам вообще замечательно вот поэтому можно брать его и им умываться например вечером тоник для жирной проблемной кожи балансирующий можем использовать можем вечером использовать как активное средство либо обновляющий флюит альфадерм либо просто второй раз наносить стопакне вот либо если уж совсем никак нельзя избежать нахождения на солнце например вы ехали в отпуск там на 2-3 недели куда-то ходите загорать каждый день то использовать вечером гель пектиновый который будет поддерживать микрофлору немножко сдерживать вот это наличие воспаления за счет кислого PH но без кислот потому что там цитрусовый пектин дает PH 3,5 в пектиновом геле ну и увлажняет он очень хорошо снимает вот это то что за день накопилось вот эта пересушенность обезвоженность очень хорошо увлажняет вот поэтому можно пектиновый гель необходимость крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга для отшелушивания энзимное какое-то средство и в комбинации с поросуживающей маской с каолином вот которая должна я надеюсь выйти скоро в 20-х числах кстати возможно если она выйдет до того как окончатся действия промокода который мы даем обычно традиционно в вебинарах может еще удастся и со скидкой дополнить на 10% купить вот промокод в конце сейчас еще раз повторю потому что мы потом выкладываем на этот вебинар на ютуб промокод уже отрезают наши выкладывающики поэтому я в самом конце его еще раз напишу вот в чате он есть вот соответственно еще один вариант да это при склонности к пигментации при тусклой коже тоничной коже возможно кожа гуришка так называемая да все типы кожи 25 плюс и здесь как раз у нас опять-таки очищение универсальное лосьон концентрат нео будет в качестве тоника потому что он будет работать именно как раз с атоничной тусклой кожей укреплять сосуды да соответственно улучшать цвет лица если солнце неактивное да или вы допустим офисный планктон практически не бываете на солнце то можно на вечер взять даже тоник саха кислотами вот но очень-очень осторожно с ними вот соответственно утром у нас пойдет антиоксидантная сыворотка сиэнерджи потом закрываем ее любым из наших солнцезащитных кремов и вечером мы можем соответственно использовать в основном 5 пептидов то есть он будет как раз тоже укреплять уплотнять кожу а где-то 2-3 раза в неделю используют сыворотку альфа-дерм которая будет придавать большую гладкость как раз работать с склонностью к пигментации и вот такой вариант ну и еще третий вариант это если опять-таки вы не можете избежать нахождения от солнца никак находитесь например где-то в отпуске или живете на даче то используйте вечером пектиновый гель который будет легкий осветляющий эффект давать то есть тон осветлять немножко пигментный пятка никак не тронет и предотвращать возникновение новой пигментации то есть его можно спокойно использовать в летнее время без проблем потому что у него пашкислы а кислот в нем нет вот ну и при необходимости средства для кожи вокруг глаз и отшелушивание энзимной маской либо скрабом кофейным издаю раз в неделю ну либо ультразвуковой пилинг если вы любите делать можете себе делать вот и последний протокол это для кожи 40 плюс грубой дряблой склонной пигментации гиперхератоз то есть замедленным обновлением откровенно вот тогда когда мы как раз не хотим отказываться от ретинола вот то есть у нас утром пойдет очищение лосьон концентрат в качестве тоника ну потому что это идеальный тоник для категории возрастной 40 плюс я это прекрасно понимаю так как сама отношусь к этой категории вот и антиоксидантная сыворотка сиэнерджи прекрасно будет работать в этой схеме она будет повышать устойчивость к кожу к ультрафиолету она будет давать уже такое легкое сияние придавать гладкость коже то есть ну работает витамин С работает ресвератрол прекрасно все знаете как эти ингредиенты работают вот особенно если они в хорошей рабочей концентрации находятся вот соответственно закрываем любым из наших СПФ в зависимости от индекса инсоляции здесь мы не можем как говорится ориентироваться да мы берем максимальное значение то есть либо 30 либо 50 то есть пятнашка там десяточка при наличии в вечернем уколе ретинола летом никак не подходит имейте ввиду то здесь уже мы берем по максимуму СПФ гель отщающий мусс на вечер у нас значит ну либо то либо другое как умывание да и соответственно влосемый концентрат у нас опять пойдет в качестве тоника и соответственно после умывания и тонизации через 20 минут мы наносим сыворотку ретидерм в количестве одной горошины на лицо если используем на шее то соответственно еще одна горошинка пойдет на область шеи декольте ну для тех людей которые используют 0.5 концентрацию да это уже после того как 0.25 уже пройден курс да не всем нужна 0.5 концентрация вот надо понимать ну про ретинол у меня много сказано есть много вебинаров там по поводу ретинола много информации про нюансы его применения можно посмотреть на ютуб вот просто не нужно сразу брать никогда 0.5 даже если вы пользуетесь каким-то чужим ретинолом еще что-то или там какое-то время назад использовали активно ретинол начните все равно с 0.25 более того если вы даже перейдете при грубой гиперкератозной коже на 0.5 на лице то возможно на шею вам все равно понадобится 0.25 потому что здесь кожа более тонкая или на зоне близкой к вот перри орбитальной зоне не всегда кожа шеи например хорошо относится к 0.5 концентрация ретинола может откликнуться раздражение поэтому многие используют на лицо 0.5 уже например на шею 0.25 соответственно летом желательно все-таки не более трех раз в неделю в остальные вечера мы можем наносить 5 пептидов или пробиоскин например в вечернее время при необходимости отдельно крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга ее же можно опять-таки использовать как крем но помним что если мы используем ретинол и хотим нанести после него крем то мы наносим его не ранее чем через час ну и соответственно один раз в неделю энзимное средство если мы вдруг с ретинолом еще ну как говорится поздно начали не с осени и продолжаем летом а вот начали где-нибудь там в марте-апреле то с осторожностью к вот этим дополнительным отшелушивающим процедурам относимся потому что кожа может быть еще достаточно истынчена то есть она еще не уплотнилась ретинол еще недостаточно подействовал длительное время не накопился и поэтому дополнительное отшелушивание может спровоцировать гиперчувствительность до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...